101 youtube пожалуй одна из самых обсуждаемых после презентации седьмого айфона вещей конечно же наушники airpods ну не считая самого седьмого айфона разумеется возмущает людей то что их очень легко потерять то что они не идут в комплекте к самому седьмому айфона и докупать их отдельно ну и разумеется цена но так ли они дороги на самом деле и стоит ли они своих денег и нужны ли они вообще давайте разбираться первая и самая главная претензия это конечно же цена но как определить дорого это вообще или нет конечно нужно сравнить с аналогом и понять насколько дешевле обойдется такой же товар но от другого производителя в данном случае задача достаточно проста поскольку аналогов таких наушников немного и первый самый очевидный из них конечно же прямой конкурент apple samsung со своей модели наушников samsung gear icon x точнее icon x что это я представлены они были вначале лета и при стоимости в те же самые 12 990 они работают как самостоятельное устройство то есть для того чтобы слушать на них музыку вам не обязательно имеет собой смартфон ведь у них есть 4 гигабайта своей собственной встроенной памяти есть в них и самое главное так сказать вишенка на торте чехол аккумулятор для их зарядки как у airpods но вот чего у них к сожалению нет так это микрофоны для совершения звонков и управления телефоном с помощью голоса да и вдобавок ко всему с ios эти наушники не работают во всяком случае исходя из информации на их официальном сайте получается так проще говоря по сути они представляют собой просто наушники и не более того не та вещь которая станет повседневным атрибутом вашей жизни но не будем делать поспешных выводов ведь у нас есть еще второй конкурент вкладыши от motorola но несмотря на не слишком радужные а во многом и крайне негативные отзывы обойдутся они дорого от 16 до 20 тысяч рублей недостатков у них очень много например тот досадный факт что у них нет своей памяти и работают они при этом только по bluetooth но если вы пойдете плавать с ними в бассейн то сигнал теряется и получается что влагозащита у вас есть а вот воспользоваться и не получится и таким образом если объективно пройтись по самым близким и недалеким конкурентом получается что решение от apple самое приемлемое по цене так что вопрос касательно того почему их не положили в комплект к новому и без того дорогому iphone 7 отпадает сам собой третий пункт это огромное количество комментарий касательно того что их очень легко потерять я их не особо понимаю потому что и машина может сбить это же не повод и не пользоваться но в общем как оказалось вы можете не только купить каждый наушник отдельно во всяком случае представители apple очень толсто на это намекнули но и стать участником программы по замене в случае утери условия которой станут известны позже обратите внимание кстати насколько незамеченными подобные релизы прошли у других участников сегодняшнего видео а apple как всегда приковала к себе огромное количество внимания я не могу однозначно сказать лучше ли этот продукт хуже ли он но своих денег он точно стоит и цена будет в любом случае оправданным на сегодня это все пока